Обещанный рум-тур. Мы находимся с котиком, не нашим, в гостях. Находимся в городе Видное, на улице Завидное. Мы обалдели, когда твой адрес увидели. Это Алина, наш подписчик, друг и по совместительству теперь еще и партнер с Авереной Велмасс. Такие бывают фамильярности уже. Но мы сполернули ранее и показали эту девушку о вводе. Да, ты уже засветилась. Все, мы тебя сдали. Значит, почему мы решили снять рум-тур? Оля, недавно была такая идея показать, чем ты пользуешься. Ты можешь в целом сказать, я так вот посчитала бы примерно 50% квартиры IKEA. Нет тебе желания выкинуть еще, изменить другое вывели? Либо наоборот, выкинуть оставшиеся 50% поставить IKEA? Нет, выкинуть все не хочется совсем. Потому что что-то нравится. Есть какие-то недочеты, которые можно... Ну, то есть, в следующий раз я не куплю, допустим, там, ну, стол, допустим. Ну, это в процессе расскажешь. Да, а так, нет, IKEA я буду, я уже присмотрела себе там что-то другое, что-то поменять, там, шкаф в коридоре поменять на другой шкаф. Вот, мне IKEA нравится, я довольна большинством. Ну, есть все-таки моменты, которые мы с тобой за кадром поговорили, которые мы реально недовольны, и это вещи только на выброс. Что, пошли показывать? Вижу любимые стеллажи Билли, причем не один, мы про каждый отдельно, да? Вижу любимые стеллажи Билли, причем не один, мы про каждый отдельно, да? Ты расскажешь? Ну, ты их в одно время покупала? Вот эти два, да. Допустим, вот этот узкий. Прям в один день? Вот эти, да. У меня были из Леруа два, но они были уже, и у них не было двериц, и вообще неудобно. Я их продала, купила эти два сразу. Так, рассказывай, как устроено. Что конкретно? Ну, вот что ты здесь хранишь, для чего тебе нужен этот шкаф? Он мне нужен был для книг, потому что, ну, книг много, их надо где-то хранить, и лучше это делать, когда, пусть хоть какие-то, но есть дверцы. Чтобы еще не вытирать. Да, ну и красиво, ну, то есть, есть же у них дверцы. И полностью целиковые, мне не хотелось полностью целиковые. Потому что, ну, книжки, хочется видеть их. Нет, целиковых глухих у них нет. Либо стеклянные, короткие есть. Да? Глухих цельных нет уже недавно. Не было. То есть, либо вот они, вот так половинка ты вешаешь здесь открыто, либо целиком стекло. Целиком стекло, как я говорю, если целиком стекло, то здесь уже порядок. А, там, да, там порядка особо нет. Поэтому мы не будем в личное пространство врываться. То есть, ты как бы от души можешь порекомендовать, что удобно именно для хранения. Ну, только их надо, соответственно, регулировать, да, потому что иногда вот они отходят. Сколько примерно стеллажа? Года два. Два, может, три. Это уже обновленные. Да, это новые. Ну, я так вот нареканий не вижу. И по покрытию, то есть, какие-то мелкие, да, в процессе эксплуатации котиков, особенно, которые летают. Он очень любит там сидеть. Поэтому, да. Это нормально. И вот он их обтирает, и из-за него вот здесь вот грязно. То есть, он вижет их и сам же моет. Да. Тумбалекс, использованная, да, не совсем. Кстати, удобно так можно кровать? Удобно, она как тумбочка. А, то есть, ну, как бы, сюда тумбочку особенно не поставишь маленькую, ну, смысл ее. Ну, да. А так она хоть загораживает, знаешь, не видно кровать. То есть, оттуда сидишь, и особенно половина зонирования, да. Ну, и, соответственно, тумбочка же какая-то нужна. Собирали все сами? Не все. Вот это мы покупали вместе со столешницей, там, которая на кухне. Покупали с рук. То есть, он уже был собран. На авито мы его взяли и просто привезли. Просто в машину погрузили и привезли. Эти собирали сами. Поэтому там сзади есть кое-какие. У нас сложности какие-то были с самостоятельной сборкой? Да нет. Особенных нет. Какие-то там эти, это возникло. А это, когда ты, вот здесь вот посередине же вот эта планка. И сзади, когда ты прибиваешь его по контуру, ты, понятно, его прибиваешь. А вот посередине, ты надо было еще рассчитать, чтобы вбить эти гвоздики конкретно вот. Понятно. То есть, здесь суть, ребят, в том, что нужно просто тупо делать по инструкции и чуть-чуть не торопишься. Ну, да. У тебя старая линейка Мальма, которая недавно покинула ассортимент. Вместе с нее теперь с цоклем комода. Вот что скажешь про комод? Мне нравится удобный. У него очень плавный вот этот вот. Он хоть и вахает. То есть, когда вот чеки не дополняла, дополняла? Он хоть и вахает, но меня вообще не плохо. Влога умещается. Вот лично у тебя. Можно я открою вот это? А это есть чем гордиться, да? Вот здесь, да, вот здесь можно посмотреть. Здесь много всего. Ну, то есть, прям много. Дно не вываливается? Нет. Я знаю, что у них есть дополнительные рейки. У меня как раз коллега... Мы ездили в Икеа, я докупала эту рейку дополнительно. Мне не понадобилось. То есть, у тебя вот, ну, все-таки набито, да? Да где же? У тебя вот рейка-то она есть. Доброе утро, страна. А вот тут нет, подожди. А вот здесь, если открыть? А, и здесь есть. У тебя усиление есть? А! Мне не понадобилось, оно у меня уже есть. А я что-то даже и нет. А вот так рукой, хопа. Прикольно. Вот она мне открыла, открыла Америку. Так, это, друзья, одинаковые. Да, такое. То есть, с одной партии, одного момента. Ну, смысл у него. Здесь вот вообще красота красотная. Маленькие фигурки, у кого-то столько терпения. Ну, красиво. Да, переместимся к столу, про который уже ложки меда не будет. Ну, да, про него сказать. Причем это Алекс, это не совершенно бюджетный стол. Он за 12 переваливал. Да, он где-то, он так и с 11 с чем-то. За сколько времени у вас пришел в непотребление? Ну, сколько ему? Ему лет 6, да? Да, ну и вот он уже 2 года, 2, так ну вот за 4 года где-то. Потихоньку или резко? Ну, я заметила резко, ты что скажешь? Потихоньку? Потихоньку. Потихоньку, да? Он начал был. То есть мелкий. Всем модель очень удобная. Я могу, чтобы убрать туда провода. Короче, сам он по себе удобный, он большой, он широкий. Да, вот эти вот, куда провода убираются. Просто, да, короб для проводов. Но у него вот это покрытие, это какой-то капец. Поэтому, так. Изначально там, по-моему, была пластиковая у нас. Мы на него разве, пока льда, вот эта пластиковая накладка, но она тоже, она долго не живет. Под ней, под ней. Да, она вот, да, деформируется. Ну, вот смотри, вот если бы у тебя была возможность спасти столешницу, ты бы оставила столешницу? Да, да, он удобный. И мне нравятся эти железные, вот эти металлические ножки. Если кто-то спасал столы, алекс, подскажите, напишите. Потому что, на самом деле, когда это удобно, это понимаешь, что это надо придумать что-то другое подобное. Слушай, а если вариант, в Леро Мерлен продается краска для ламината? Она неубиваемая вообще. Зашкурить эту и нанести? Даже не шкуря можно. Чего? Она очень густая. Ее либо наносить специальным устройством, но тогда шкурить не надо, то есть она плотным словом ложится, как будто прорезиненное покрытие. Ну, попробовать можно. Просто к чему? Почему я попросила в комментариях написать, что может быть кто-то уже делал? Ну да, у кого-то может обыграться. Знаешь, что ты один предмет из Икеи просто выкинула на помойку? Да, у нас был стул, может, Дима найдет, может, ставит картинку. Стул, на стул говорю, компьютерное кресло, такое бюджетное, из кожзама полностью. А оно на воду, которое раньше называлось, сейчас на Т за 5 тысяч. Ну что-то наподобие-то. И сзади такая еще вся эта стеночка не целикомая, а как тряпочная такая. Да, да, да. Ну вот он облез буквально там за какое-то короткое время. И совсем в ликвидации. Да, ну то есть ты садишься, если ты с голой спиной садишься, на него облокачиваешься, а потом у тебя на спине вот эти вот черные... То есть от тебя надо отдирать, да? Черные, да, эти. Так, здесь у нас Беста, и я вижу какой-то нестандартный цвет, и у меня вообще диссонал в голове. Ты их красила? Нет, это обклеенная пленкой. Показывай. Ну вот смотри. Нет, их красила? Нет, вот смотри. А что за пленка? Обычная пленка в магазинах продается. Она фактурная. Но это она такая под дерево такая. Ощущение, как будто это покрашено. Давно клеено? Да, уже пару лет. Не желтеет? Нет. А если там отодрать? Ну можно отодрать, я думаю, можно отодрать, она нормально отдерет. А ладно, не будем экспериментовать? Нет, не будем. Не будем. Потому что вот у нас сами эти Беста, они вот такого цвета деревянного. Ну это видно, что у тебя по фасаде. Да, и вот здесь внутри. Ну внутри же видно. То есть целиком он одного цвета. Да. Так, у меня за спиной Паксина стоит. Хорошая такая, большая Паксина стоит. Сейчас я к Олене пристану, залезу к ней в шкаф, посмотрим, почему она именно такую комплектацию выбрала. Потому что на самом деле, когда советуешь кому-то, это легко. Когда ты начинаешь выбирать себе, очень долго сомневаешься. Долго. Ну как, это был наш первый самый шкаф. Сколько ему? Ему уже, наверное, лет 8. И живой? Переезжал куда-нибудь? Переезжал. Мы жили с родителями, мы его покупали, жили с родителями, и вот он с нами переезжал. Для него специально выстраивался вот этот кусок стенки, чтобы он четко по размеру, по глубине, чтобы он сюда встал. Разбирали целиком? Нет, разбирали его по двум метровым и вносили сюда уже через лестницу. Ну, соответственно, все внутренности убирали, оставался каркас. То есть целиком каркасы не разбирал досок? Нет, мне сказали, ну, эти, кто перевозил нас, они сказали, что если мы его разберем, мы его потом не соберем. Показывай, пускай вовнутрь. Ну вот. С этой стороны он полностью, здесь просто штанга, ну, потому что платье длинное, еще куртки и так далее. И полка для обуви. Нет, я ее сейчас не ставила. Почему? Проще вот коробки. В коробках все вот так поставил, больше помещается, чем сюда. И видно так же все. Плюс не пылиться. Да, и не пылиться. Ну, то есть это был такой мой какой-то... Бобомс? Да. Какая-то такая моя. Ну, и полка сверху, ну, потому что смысл делать штангу. Да, это всегда верхнее хранение. У 2,36, друзья мои, есть смысл закидывать наверх полку, даже если вы говорите, она вам не нужна. Здесь что? Можно? Можно. Там не так все симпатично, конечно. Вполне симпатично. Вот. Но ящики открывать не буду. Ящики... Здесь уже предполагалось под рубашки мужа, что короткая будет висеть. И полки, ну, соответственно, там для... А брюки где висят? Или все вместе? Так же, все здесь вот. То есть, в принципе, метрушки хватает, чтобы полноценно... Ну, это у кого немного вещей. Кому-то не хватает. Кому-то и метра не хватает, все он в комоде или что. А, то есть, там, в основном, твое? Там все мое. Там все мое, здесь все мое, здесь вот кусочек. Обычно наоборот, по статистике идет. Что? Мужчина живет в комоде, а женщина в гардеробе. Там в боку живет. Нет, ну, просто свитера или что-то, мне их не повесить, ну, смысл мне их вешать. Я комозу заняла. А мужу надо вешать рубашки. Рубашки в комод не засунешь. И жгла жить надо. Да. Иногда. Вот, ну, и, соответственно, еще одна полка. Ящики удобно? Очень удобно. Вот ящики мне нареканий вообще нет. То есть, если бы ты меняла сейчас конфигурацию, ящики бы ты оставила? Да, ящики я бы оставила. А подсветка? Подсветка очень круто, особенно вот, когда пасмурная погода или пасмурная погода, или утром, когда только начинает цветать, ты открываешь шкаф, не включаешь вот этот свет, потому что, может кто-то спать. Вот, открываешь шкаф, и все равно эта подсветка включается. Тебе достаточно света? Достаточно света, чтобы выбрать все. Ну, очень круто мне. Не перегорало, вообще никаких проблем не было. То есть, ее же вы тоже откручивали? Наверное, да. Да, да. Да, ее откручивали, снимали полки все, вот эти все перекладины. В принципе, за столько лет эксплуатации. В процессе обсуждения шкафа, и пока камера у нас остывала, потому что она так от энергетики, да, от нашей, от беготни уже с ума сходит, который Димка ватской гоняет, мы поговорили про доводчик. Доводчик у ребят, старая линейка еще, он более надежный, Дима его очень любит, потому что сейчас, например, когда клиент обращается, Дима не ошибка советует. Дима, почему не очень советуешь новый доводчик? Конструктив более слабый. То есть, вот этот более... Он более хлипкий, что ли? Жиблый. Жиблый. Вон, от росинки не родятся апельсинки. Слушай, хочу про ящики спросить. Вот все-таки ящики большие, тяжелые, набитые. Да. Если, например, ты рано утром выходишь на работу, муж спит, а тебе там что-то, я не знаю, достать из этого ящика надо. Да. Шум будет? Нет, не будет, там доводчики стоят. То есть, вообще без шума? А вот по поводу зеркал. Часто берут эти зеркальные двери для того, чтобы пространство рассуждать? Да, но мы его умрали, когда у нас была одна небольшая комната, мы с родителями жили, у нас была одна комната, и хотелось больше света. Ну и зеркало мне надо было, чтобы когда собираюсь, я видела себя в полный рост, потому что даже напольные зеркала, даже икеевские, я в них не помещаюсь. Немножечко. Либо так, либо сяк. Ну да, либо ноги, либо вверх. Но, конечно, геморр. Оно заляпывается. Вот ты сейчас открыла. Да, то есть, вот я цапнула. Вот оно. Осталось. Ну, плюс котики. Котики внизу, да, носом тыкаются. Ну, котики и на окна носом тыкаются, все равно остаются. И, да, вот где стеклянные, там поверхности зеркальные. Ну, вот смотри, ты вот паксы, как я понимаю, ты все-таки рекомендуешь, если человеку убирать шкаф, то есть, без учета каких-то моментов, там, переезды, прочее, то есть, ты довольна шкафу. Он монументальный, хороший, добротный шкаф. Но, я сейчас скажу, Дима всегда говорит, прикручивайте мебель к стене. Ни один, не прикручен. Никакой. И пока не было. Ну, я это рекомендую после тех людей, у кого дети. Дети мелкие, да. Потому что у нас Надя, вот представь, такой комод примерно был, и она стояла, ей было пять месяцев, то есть, это примерно вот такой рост, руки дотягиваются, она уже тогда стояла. Она просто начала открывать ящики. Ну, и все ящики на нее. Да, и получается, что комод сваливается, и ребенок в этом домике оказывается. Хорошо, что в этом домике, что она все, то есть, все ящики открылись, она как бы вот в угол пошла. А могу просто придумать. Ну, да. Поэтому после этого у нас мебель. А, какая тесьа. Снимай. Ты говоришь, видишь, это ты меня тут? И такой красивый. Чем ты в меня тычешь? Ох. Давай рассказывай. Я вижу два вида чехлов. Один еще до сих пор, кстати, продается, но не во всех магазинах есть. Вот это мне очень интересно. Я его очень люблю. По эксплуатации. Расскажи, у тебя он сам не тянется? Он, ну, если его, как, не сильно трогать. А подушки у тебя какие внизу? Подушки вот в этих стандартные, вот эти самые дешевые. Или какие они там? Ну, короче, вот набивные подушки, или как они называются? Вот сюда бы слен хорошо были, чтобы они понабить и вылили. Ты видишь, он у тебя как играет? Подожди, а она потолще? А слен, подушка, 50, рассказывай, садись. Садись. Разрешаю хозяйки садись. Спасибо. Смотри, вот у тебя внутри подушка индира. Она стоит сейчас, по-моему, 180 рублей. 50 на 50. Ну, что-то такое. Да, есть подушки слен, стоит 45 рублей, 50 на 70. То есть, она из такого же материала. Она чуть подобить. Видишь, вот как будто чуть-чуть не хватает. и за 50 рублей ты сюда 3 вот кнешь. То есть, если ты хочешь, то у тебя этот чехол был такой надутый, красивый, ну да, такая прям пушная, хорошая подушка. Потому что все равно, вот согласись, вот здесь прямо вот его, вот он требует, не хватает до оформленности. Потому что сейчас я его растянула, вот так руками, ребят, на самом деле, каких-то либо катышков, там, растяжения, вот он как есть. Я как понимаю, он даже в цвете не меняется. Не меняется, ну вот когда он там, его стирать просто надо. Это понятно, имею в виду, что он не желтеет. Нет, не желтеет. Не выгорел. Его очень любит кот. Да, с учетом того, что вы видели, абиссинца, который пытался в руках посидеть. Ну вот абиссинец очень любит, если лежит, ему нужна обязательно там подушка. Вот я здесь валяюсь, лежу там, в телевизоре смотрю, ему надо лежать рядом и обязательно на подушечке. Просто так, мягонько. Хорошо. Растенько на брюхе лежал. Так, две таких. Рассказывай, что с этими чехолами сделала? Потому что был как-то в ассортименте Икеи такой рисунок, но что-то мне подсказывает, что это не... это наши руки не для скуки. Это была зима, и мне хотелось чего-то яренького, красненького, беленького и так далее. Мы их купили, я подумала, что что-то тут... Скучно. Скучно. Грустно. Я взяла, купила краску по ткани. Вырезала, как мы в детстве вырезали, снежинку по трафарету, налепила ее туда и... Классно. А вот это как? То же самое, это маленькая снежинка вырезанная. Прикольно. Смотрите. Вот на самом деле, вот такие вот мелочи, и из них и состоит красота. Взял, переделал так, как хочется тебе. Если просто, это, видите, вот он. Немножко в шерсть. Ну, извини, у тебя два кота. А здесь подушка другая. Изначально я думала просто подушки купить. По 179 рублей, и они, кстати, вышли уже с артурой. Да, это вот... Говно. Беру. Да. Такое говно. Да. Они не стоят этих денег. Поэтому я думаю, ты после моей рекомендации точно поедешь, купишь подушек с лен, вот сюда две умещаются. Такая набитая, толстая получается. Ну и... А на это ничего не рисовала? На это ничего не рисовала, она просто... Просто тупо цвет сосед получается. Вот они хорошо. Сзади... Вот это за... Вот это... Но... Он уже такой подуставший. Он подуставший, еще коты, соответственно, шерсть и так далее. Он уже не вычищается просто от этой шерсти. Но он вот, здесь видно, он растягивается. Да, то есть, я его... Как тряпочка. Как такой, знаешь, это небрежная дешевая кофта или там неплотная вязка. К концу сезона такой там... Уставший. Сильно уставший. Ну нет, такой я и не рекомендую, и не куплю вязанный больше. То есть, вот это бы ты могла повторить? Да. А плед такой просто доживает. Да. Так, мы тут присели, тут столик лак, там столик лак. Зачем тебе столько столов? Изначально мы купили тот, маленький. И поставили его, он стоял здесь. Но, несколько лет спустя, мы поняли, что я за ним ем. Ну, то есть, у нас мы едим не на кухню, муж есть вот здесь, за столом у себя, едем здесь. И как-то, он маленький очень. Тарелки у тебя большие. Тарелки большие, да. Постоянно что-то стоит, вот здесь постоянно что-то стоит. Мало места. Мы как-то поехали с мамой в Икею, и, проходя мимо, я подумала, почему бы, а он стоил что-то 700. Ну, по акции, по акции, на него были. и я просто думала, что он хорошо сюда встанет. И он так четко, хорошо вписался, а тот просто остался. Вместо тумбочки? Да, вместо тумбочки. Но изначально вот этот стеллаж узкий стоял вот здесь, где стол. Он-то тоже тут так хорошо вписывается, они вот так гармонируют все втроем. Но мы его туда переставили, сюда елку ставили зимой. То есть, место просто ты периодически освобождаешь ему? Да, мы его периодически туда-сюда решили. А вот этот Билли, ты говорила, ты покупала его до? Ой, нет, наоборот, после. До. Этот вообще ему тоже, вот как и Паксу, ему уже дали 8. Да, 8. Покажи Билли. И я что, смотри, в чем, в чем весь прикол. Смотри, вот если ты подойдешь, ты увидишь. Разница в цвете. Дверь покупалась вот с теми стеллажами. А вот этот момент есть у старой линейки, он желтый, он более желтый, чем вот эти. В теплую сторону. Да, в теплую. Ну, как бы, вот внутри за 8 лет, ну, есть какие-то, он, наверное, перезжал вместе с нами. Перезжал, да. Здесь уже женский уголок. Ну, да, здесь чисто, чисто мое. Твое-твое? Да. Как с камуру? Да, ну, вот, дверцы белые покупались вместе с ним, а этот весь желтый. Я сначала думала, что он, то ли выцвел, то ли, может быть, да, может быть, вот такое, потому что комод-то тоже не совсем белый. Но, тем не менее, вот смотри, мебель разная, да, но она вся белая, и она, в принципе, смотрится гармонично. А когда они находятся на разных, ну, вот смотри, даже вот этот стол, он более теплый, чем вот тот. Когда они находятся не близко друг к другу, то есть, если, да, сейчас так сравнивать рядом, то, понятно, заметно, а когда они на расстоянии, то что, белое и белое? не общую картинку. Да. Покажи, люстра, космическая. Космос, покажи. Давай дзынь-дзынь сделай. Опа. Гремит, конечно. А гремит сразу стало? Сразу, да. Потому что кто-то говорит, что нормально, а кто-то говорит, что раскроет телефон. А как вы, насчет пыли вытирания? Вот, я еще хотела, ты меня опередила немножко, что, конечно, она очень красивая, все классная, такая, космическая, звезда смерти из Звездных войн, но пыль скапливается вот на этих, на нижних, и вот на вот этих, ну, вот, короче, на вот этих двух. Я, конечно, там их подлазью рукой, но... То есть полноценно люстру не приведешь в порядок, только если разбирать? А ее можно разобрать? В теории можно все разобрать. Но она, по-моему, неразбирабельная. Она... Целиком идет, да? Да, она же целиком идет. Я просто знаю, клиентка делала какой-то апгрейд, а вот собрала на ее обратное лето, и уже подробности не стоит. Ну, не знаю, я не пробовала разбирать, сейчас собираю не хочу. У тебя домой не пустится, если ты люстру решишь расчленить. Низ выкрутите? Низ выкрутите? Низ ты не выкрутишь, там основа как раз на этом. Ну, в общем, ладно. Слушай, мне к тебе вопрос. Мы добираюсь до вас жутко долго, 30 километров, два часа. Для меня это трэш. Мы за два часа почти до нежности. Ну, не почти, но нормальный количество километров. Ну, помкаду, пробки. Да, то есть мы не ехали, мы так медленно ползлили. Хорошо на такси, потому что Дима бы испсиховался по пробкам. Он хотя бы поработал за это время. Можно было видео смонтировать успеть. У вас рядом Икея. Да, недалеко. Я как понимаю, вы, наверное, все-таки часть привозите сами, да, какую-то мебель? Да, то, что помещается в машине. А вот по доставке сколько? Ценник не помнишь на доставке? Ценник я не помню, потому что это было давно. Мы в последнее время, если что-то покупаем, там, стол туда-сюда. Стол вообще, я на такси сама одна везла, но он мелкий, он легкий. По доставке, сколько не помню, по времени это было тоже, что-то там, пять дней. Неудобно. Никогда Икея можно? то есть мы договаривались конкретно, когда нам удобно, чтобы его сразу привезли. И что хорошо, есть сразу вариант со сборкой, то есть ты можешь выказать доставку, и сразу же у них сборщики. Да, может быть, это будет дороже, чем искать там на Авито. На Авито, или где-то, да, там, на каких-то сайтах. А сборщик вместе с ним приезжает? Да, они приезжают, они один, ну, я так поняла, что грузчик-сборщик, и они его заносят, собирает его, набатолочкой марш. Мы собирали, кстати, его долго. Я помню, что это было долго. Ну, ну, я за два часа. Ну, Ну, больше. Мне кажется, мне кажется, дольше, ну, хорошо, если за два часа. Ну, опыт все-таки. Пока они, да, пока они каркас его собрали, один, второй соединили, ну, короче. Слушай, а вообще какие-то моменты по браку возникали? Понимаешь, что, допустим, стол уже гарантийный случай прошел? Конечно. Вот свои какие-то случаи личные были с браком? Почему так? Мне всегда интересна история. То есть, как себя, например, Икея повела? Какие у человека ассоциации остались? Прекомендуют, он не рекомендует. Ну, честно говоря, чтобы у нас, я не помню брака, но у меня подруга покупала стол, деревянный, такой складной, сбоку с ящиками. И вот он оказался в сборке какой-то невероятно сложной. Мы решили, ну, собрались с девочками вдвоем, ну, мы же можем, можем все. Раскрыли коробку, у нас бутылка вина, и, значит, стол, который нас собрали. И начали разбираться, и не поняли. Потом пояснилось, что там только какой-то детали не хватило, то ли что-то такое. То есть, изначально заводской какой-то момент был. А он же еще состоит из каких-то мелких кубиков. Кубиков, да, ну, то есть, там совсем, там надо прям садиться и активно его собирать. Вот, нам не хватило какой-то детали, и в итоге она его ждала, у нее приняли. Как проблем каких-то не было. Воспобода не было. На самом деле, да, в основном, у тебя сервис так и работает, то есть, ты можешь сдать, либо тебе там, да, эту деталь отдадут, и если вот чего-то не хватает, то есть, берешь вот эту инструкцию по сборке, ты бы прям кружочек рисуешь, вместе с чеком, ребята, мне не хватило. То есть, никто не будет там какую-то проверку устраивать. Да. Во-первых, это нереально. Если ты говоришь, что тебе не хватило, у меня ее нет. Поэтому Икея здесь лояльна, это как бы входит в стоимость товара, условно все эти моменты и риски. Но, по крайней мере, радует, что с билой дачи у тебя проблем не будет именно по сервису, по каким-то моментам. Но, опять же, квартира уже все обставлена готова, то есть, что-то сюда глобально, только совсем перед мебель менять. Ну, да, нет, сюда уже, мне кажется, добавить и не хочется ничего особо добавлять. Если, допустим, там шкаф, который в коридоре, поменять на шкаф икеевский, ну, это уже такие детали. Я хотела, честно говоря, обувницу, но что-то так и не выбрала. Я смотрела на них, смотрела, и ничего не нашла. Идеально нет, что сказать, вот вау прям. И по вместимости, представь, то есть, это всегда идеально, там, вот, тут фишка, в чем получается, это хранение обуви. Да. Чистую обувь ты хранишь в шкафу. Да. Грязную обувь туда не засунешь. Поэтому обувница будет стоять, обувница будет стоять. Ты выполз. Брюс вылез. Тихо, голова как у ребенка трехмесячного. Тихо, тихо, тихо. Понятно. Интересно. К обувнице вернемся. Да. Ужасто. И получится так, что тебе просто тупо обувь будет лежать грязная рядом. Потому что если ты ее поможешь, ты уберешь шкаф. Ну, да. Ну, в шкафках не все помещается, поэтому там же при входе у нас, ну, как этажерка, или все у нас с полочками. С полочками, да. И все равно все здесь не помещается. Я почему и говорю, что вот эта выдвижная, как она... А, коробочки, коробочки. Фиговина, да, она неудобная. Ну, не очень удобная, когда много обуви. Их все равно надо где-то хранить. То, что не помещается туда. Слушай, а почему ты икеи выбрал? Почему они другие? Ну, ведь дофига же всего, тем более Москва. Не знаю. Такой вот минимализм. Чтобы никаких цветочков, лепесточков. Да, я очень люблю, когда минимализм. Да, по-моему, ну, да. У меня много всего, но оно все без всяких, как это, украшательств. Ну, только на обои тебя перемкнуло. А на обои, да. Сильно перемкнуло. Да. Ну, главное, ты довольна. Да. Тебе нравится все остальное уже? Ну, сейчас бы я, конечно, другие... Нет, посмотри, с другой стороны, да. Активный синий рисунок, он не такой яркий, и при этом с белым мебелом классно сочетается. Все равно, да. Вся мебель, она такая однотонная, спокойная. Какой-то акцент должен быть. Да. Ребят, вот такой у нас небольшой ром-тур, потому что квартира пока однокомнатная. Небольшой. Детских нет. Чисто, да? Да. Два взрослых человека и два кота. Пишите, как вам. Можете задавать Алине вопросы. Да. Она официально подписанная на канал с профилем в Ютубе. Ты будешь сама отвечать. Хорошо. Договорились, да? Хорошо. А вообще имейте в виду, и если вы с нами дружите, а еще являетесь нашим партнером, то мы можем приехать снять Юла. Субтитры создавал DimaTorzok,